В этом году фестиваль Матч Фест посвящен королю эпатажу и поп-арта Энди Орхолу. Площадка фестиваля посоздает знаменитую фабрику художника. Мне показалось, что это был Энди Орхол. Выбрали Энди Орхола, потому что его фабрика как раз-таки немножко похожа на концепцию нашего фестиваля Матч Фест, где мы объединяем всех людей на одной площадке, чтобы они творили, чтобы они раскрывали свои таланты. Конечно, у Орхола это все развернулось до таких масштабов, что к нему приходили такие мэтры, как Сальвадор Дали, Мик Джаггер и прочие. А, естественно, здесь собрались абсолютно другие люди, которые только-только начинают свое творчество раскрывать людям. Но я думаю, что вариться в этом собственном соку, в этом супе, это очень хорошая идея, и я буду ее дальше двигать и двигать. Фабрика была не столько студией, в которой работал Энди Орхол, сколько и излюбленное прибежище нью-йоркской богемы – музыкантов, писателей, художников, фотографов и режиссеров. В арт-хаусной вечеринке Матч Уикенд этот список пополнили диджеи, дизайнеры, танцоры и поэты. Это радикальный человек, который, я бы сказала, крикнул толпе, рассказал своим творчеством. И, в принципе, я такой же человек. Мы с ним похожи, наверное, тем, что я постоянно всегда кричу обществу, кидаю свой вызов. И этот вызов вы сейчас видите. И эти работы мы делаем специально для этой выставки. Вообще, это творчество, на самом деле, это стиль моей жизни. То есть я работаю художником, дизайнером. И это не хобби просто для меня, это заработок, который я каждый раз использую. И вот сейчас, в данный момент, эти работы, они на продаже. И сразу люди могут прийти и сразу заснять, посмотреть, попотографироваться и купить, приобрести все себе. И это моя первая коллекция. Тут, получается, у нас есть и диска, и поп-арт, и чуть-чуть востока. Ну, это для более таких креативных девушек, которые не боятся выделиться как-то из толпы. И я когда составала, то есть тренды все учитывала. И сейчас это, мне кажется, очень модно. Не забыли организаторы еще одну творческую ипостась Уорхола, а именно работа над авангардистскими фильмами. По случаю на фестивале, гостям предложили оказаться в кадре лучшего оператора Уральского региона Славы Мотова. Энди Уорхол много экспериментировал. Конечно, он был в оппозиции к искусству классическому. Поэтому, конечно, он много снимал просто с рук, просто в разные стороны. Но, как мы знаем, наверное, эти фильмы почти никто не смотрел. Потому что это было, наверное, больше всего нужно самому Энди, чем остальным. Но он мог заниматься, чем он хотел. На этой площадке мы даем возможность гостям фестиваля сняться со знаменитостями, такими как Энди Уорхол, Мик Джаггер, но сняться в короткометражных фильмах, маленьких таких зарисовках. Энди и Джаггер будут задавать вопросы о жизни, но в своем стиле в каком-то и дурацком, и в то же время глубоком. Судя по тому, что матч-уикенд проходит уже во второй раз и с каждым разом собирает еще большее количество как участников, так и зрителей, такой формат, где соединены искусство, история и развлечение, просто необходим городу.